День защитника Отечества В 1991 году советское государство распалось, но памятный день продолжает свое существование и отмечается в России ежегодно. Этот день имеет особый смысл для каждого, кто помнит историю своей Родины и является ее патриотом. Субтитры создавал DimaTorzok И хотел прочитать небольшой эпизод своего военного рассказа, когда зацветает крымская акация. Это очень тяжелое время, когда мы оставляли Крым. Страшное время. Так. 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 это презирали. Меня, молодого мальчишку, отправили в Самаркандскую часть танковой войска. Но я очень плохо себя чувствовал, прибаливал и вообще не переносил жару. И попросил комиссара Чуфарова отправить куда-нибудь попрохладнее. И он меня отправил на Северный флот. И я не жалею, что я попал туда. Потому что не каждый раз можно увидеть северное сияние, северные сопки, удивительная растительность. И вот я что бы хотел об армии сказать. Я закончил в МШ, школу, закончил водолазные курсы. И вот армия, наверное, из мальчишки делает мужиков. То есть она приучает не то, что к дисциплине, трудолюбии, но ответственности. И еще я заметил, вот за время службы я много почитал. Потому что со временем человек, служащий, входит в режим, я бы так сказал, он не думает, когда покушать. Его одевает, обувает, купает. Он выполняет режим. И вот эта другая часть свободного мышления тянет к книгам, к литературе. Я очень много прочитал, более 200 книг привез. Я деньги тратил, покупал книги и отсылал домой. То есть вот армия дала мне не только закалку, но и дала возможность подготовки и поступить дальше учиться в художественном училище Ленинграда. Поэтому мой сын младший, когда он пришел, мы отослали в армию, он тоже пытался в современное время вроде бы, пап, может быть мне. Я говорю, нет, сынок, ты должен служить, ты должен побывать, ты должен понять эту службу и ответственность перед своим отечеством. И когда он пришел с армии, он мне сказал, пап, спасибо тебе, я теперь не боюсь никаких трудностей. Вот армия его закалила. До сих пор он крепкий, молодой человек. Я бы пожелал юному поколению, нашему юному поколению, потому что мы, как говорится, поколение меняется, но отечество одно, и оно остается. И это отечество собирали многие-многие поколения, сохраняя наше государство. Поэтому, ребята, именно к ребятам, не отлыняйте от армии. Вот просто, вы знаете, вы только оттуда, вы придете и поймете. То есть у вас будет короткий срок возмужать и понять, что такое мама, папа. Поскучать о вкусной еде маме, когда отец обнимает крепко. Вы так это отнекаетесь, бегаете, вроде так само собой. А вот именно там вы поймете, что такое дом. Поэтому, ребята, служить надо. А кто, кроме нас, защитит наше отечество? Наших дедов, стариков, детей, жен, женщин, сестер. Берегите нашу землю. Российский воин бережет родной страны покой и славу. Он на посту. И наш народ гордится армией по праву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...